Что интересного вообще произошло за этот год и чем можно вообще поделиться, поностальгировать? Маленький дисклеймер, у нас неделю назад официально случился ребрендинг. Мы вообще легализовали нашего чудо-попугая, поэтому так просто получилось, что если в 2016 году каких-то движений, мероприятий, стартапов, у которых в логотипе был мозг в той или иной форме, их в 2016 году было сколько-то, но не то, чтобы прям завались. Сейчас у каждого мамкиного гаражного стартапа про AI у каждого третьего не мозги в логотипе. Поэтому нам надо было что-то придумать, и, к счастью, у нас есть попугаи, которые прижились в нашем слаке чуть ли не с момента его основания, поэтому теперь у нас все будет брендировано с попугаями. Но мы здесь вообще не про попугаев, мы здесь про то, что классного было в этом году. Вообще, что в первую очередь приходит на ум? Мероприятия. Мы их провели, какое-то просто колоссальное множество в самых разных городах. Здесь, кстати, может быть кто-то даже найдет себя. Здесь всякое интересное, что было в Москве. Тренировки, Data and Science, вопросы и ответы, мейджор. Колоссальная очередь от метро на Data Fest, которая, конечно же, запомнилась многим как ачивка года. Наконец-то удалось выманить Германа Грефа на мероприятие, чтобы он пояснил за AI, Data Science, Machine Learning и все такое. Но Москвой мы, естественно, не ограничивались. Огромное количество мероприятий прошло и в Питере. Опять же, всех видов и форматов, начиная от того, чтобы отправлять десанты на общие слеты айтишников на ITGM-ах. Open Data Science, метапы, завтраки, автопати, анконференс. Много всего было и в Минске. То есть, кроме Data Fest в Минске было множество и Open Data Science метапов, и мини-тренировок. Что? Да, Артур, как видите, вообще не меняется. Но, к слову сказать, в этом году очень много всего сделала команда из Сибири. И, в частности, ребята Вани Комарова, которые и первый сибирский Data Fest, который собрал, собственно, всю Сибирь воедино на большом мероприятии сделали. У них были свои научные школы для студентов на базе НГУ. Были, естественно, множественные метапы, завтраки. Даже прошла первая машин-лёрнинг-тренировка в Новосибирске в этом году. Но наша география чуточку шире. Про это Саша Ноченко расскажет буквально минут через пять. Нет, Саша, рано. Фальш-старт. Вот. Можно упинуть. Ребята из Перми, из Калининграда. Вот эта вот фоточка, она особенная, потому что вчера я написал ребятам в 10 вечера, типа, пацаны, у нас нету ваших фоток, а мы знаем, что вы классные. Скиньте нам что-нибудь. Ну и в этот конкретный момент ребята сидели и, собственно, пытались разобраться. Чуть ли не по мотивам недавнего спора между Сильвером и 538. Вот. Короче, про стат-тесты. В Киеве проходили всевозможные встречи. В Берлине регулярные завтраки. И вот эта вот попойка, которая была на этом ECCV. В Дубае Паша Нестеров проводит крупные метапы, дип-лернинговые школы. Короче, много всего прикольного происходит. Под единым таким брендом ОДС. И недавно у меня было вообще такое замечательное упражнение. Попытаться оценить, сколько человека часов и человека лет вообще эти мероприятия затронули в этом году. По предварительным прикидкам, короче, если мы возьмем только основное, типа дата-феста, ОДС-метапов, которые были в куче городов, машин-лёрын-тренировки и завтраки, уже получаются какие-то достаточно страшные суммы за 10 тысяч посетителей. Если добавить к этому еще SDRJ и все остальные ивенты, в которых и Data&Science, и Unconference, PyData, недавно прошедшие Зантаки, то на самом деле получится что-то такое. Ну, то есть 18 тысяч человек посетили. У нас было 18 тысяч посещений мероприятий за 2018 год. Которые, учитывая вообще абсолютно неравномерную длительность мероприятия, в частности половина этого мероприятия на целый день, по таким достаточно консервативным прикидкам обошлись человечеству 80 тысяч человек и часов. Что примерно эквивалентно 40 человека годам, если бы вы были аутсорсером, не знаю, бодишопом, который продавал бы людскую силу на то, чтобы что-то сделать. Эти 40 человек и лет, возможно, могли бы собрать, если не следующий Яндекс, то, по крайней мере, парочку прикольных приложений, так точно. Вот. Такие вот массивные изменения в человека годах в нашей чудесной области. Ну, раз уж мы заговорили про ивенты, я недавно выкладывал анкету в General Digest про то, что было классное в этом году. У нас все-таки состоялся кворум в 100 проголосовавших, которые очень жаловались, что я такой злой диктатор, заставляю их заполнять все поля про то, кто там какие посты писал. Но, тем не менее, короче, первая барабанная дробь, за что же вы проголосовали? Опять же, пользуясь диктаторскими полномочиями, здесь было достаточно сложно что-то, это самое, придумать какой-то трэш-шолд, поэтому я придумал, что то, что, ну, хотя бы 20% этих людей заинтересовало, то мы награждать и будем. И первым, а точнее седьмым, вот, у нас были, был наш экспериментальный формат Data and Science программа по заявкам. Насколько я знаю, Ася Шипунова забила на то, чтобы сюда приходить, поэтому ее приз уйдет с молотка. Вот, но мы можем похлопать и передать привет Асе. Вот, мы сделали вот такие штуковины, которыми на самом деле, на самом деле, изначальная их задача, это было собрать все награды ОДСа и кого-нибудь хорошенько ими приложить, чтобы пояснить, что ОДС это сила. Вот, но это были вопросы и ответы. И вообще, а где у нас Юля Ковалева? Потому что следующий у нас на самом деле мейнджер сентябрьский, который мы сделали. Вот, можете похлопать Юлию Ковалевой как организатору мейнджера и этой елки. Вот, ну, Юля может просто тут потасоваться на сцене, выключите музыку, нам это самое, у нас конвейер. И вот здесь фальшстарт Саши, уже не фальшстарт, Саша, как бессменный генералиссимус адмирал дата завтраков. Вот, а это Саша будет выдавать сам чуть попозже. Да. Машин лернинг тренировки. Эмиль Каюмов. Ну и не только на самом деле Эмиль, тренировки, как мы сейчас вам и расскажем, у нас проходят уже в достаточно большом количестве городов и еще большим будут. Вот, следующий. Open Data Science Meetup, которых у нас достаточно много, поэтому эта награда будет чудесным образом заспличена как минимум на троих, которые есть здесь. Арсений Кравченко, Павел Нестеров и Толя Востряков. Вообще, еще одна такая награда должна была уйти нашему усачу, чтобы он передал это в Дубаи. Фу, блин, какие Дубаи, господи, в Самару. Да, Дубаи забрали. Вот. Да, ну за что голосовали. Следующее, вообще единственное мероприятие, за которое проголосовала огромная толпа народу, единственное в партнерстве с другой компанией, вот прям внешнее мероприятие компании, это SDRJ, за которое можно похлопать Максиму и всей его команде. Я вообще удивлен, почему так мало оценили мероприятия других компаний, не знаю, может быть Максим узнал какой-то волшебный секрет, типа Грефа вытащить на сцену. И Акимова. Да, Акимова. Вот. А, было там еще какое-то мероприятие. Вот. Сейчас. Кто у нас тут? Не, фигня какая-то. Что у нас там? А, да, блин, дата фесты. Вот. Дата фесты, я как диктатор, опять же, придумал правило, что сам себя не награждаешь, поэтому на сцену, опять же, Арсения Кравченко, как единственного организатора фестов, вот, который сегодня приехал. На самом деле, награда еще точно достается Ване Комарову, который с его командой сделал просто колоссальную работу в Новосибирске в этом году. Вот. Мы, Ване, обязательно все передадим. Вот. Но там, где у нас мероприятие, там у нас есть и спикеры, за которых вы голосовали. И с ними все не так просто, потому что у нас, во-первых, достаточно было много номинаций, а во-вторых, достаточно много разных докладов. Поэтому мы умышленно разделили награждение спикеров на две части. И в первой части у нас, собственно, пойдет такой общий трек. Ну, я думаю, времени у нас, чтобы таить, держать интригу, не то чтобы очень много, поэтому первого спикера, который открывает этот педестал, сегодня нету. Это наш токсичный Серега, который сейчас обитает в Минске, который отжег со своим выступлением, как сократить себе нервы или как пить из бронзбойта знаний и не утонуть. Вот. Серега? Тебя, короче, что-то ждет рано или поздно. Вот. Кто у нас на втором месте? О, сорян. Вот. У меня послучайно все поехало, но тем не менее. Адам Елдаров. Вот. Со своим, пожалуй, самым интенсивным и таким давящим докладом про то, сколько машин лернинг инженерных технологий есть. А на первом месте здесь у нас наш волшебный дуэт. Опять же, Сеню на сцену и Артура. Артур, куда ты сел? Сюда иди. Первый такой дуэт в своем виде. Не знаю, может, вы хотите что-нибудь сказать? Как вы вообще дошли до такой замечательной идеи дуэтом выступить? Микрофон. Ну, как обычно, такие вещи делаются случайно. Я там что-то такой, ну да, можно что-нибудь рассказать. Артур такой, да не, я лучше расскажу. Ты там, короче, что скажешь? Ну, и на самом деле получилось довольно-таки продуктивно. Ты согласен? Да, согласен. Я согласен, и мне кажется, что, ну, как бы, другим участникам стоит взять на вооружение этот прием. Соответственно, это, как бы, выглядит очень живо, и, ну, как бы, можно и другие доклады ввести в таком же формате, как мне кажется. И еще я хочу добавить, что мы пока готовили вот это вот сдвоенное выступление. На самом деле, кажется, для себя многое поняли в ходе этой дискуссии, что, как бы, тоже полезно. Кстати, стоит ли ожидать в следующем году мою давнюю мечту мордобой на сцене? Артур готов, да? Да, готов. Ладно, еще раз аплодисменты ребятам. Но это не все топовые спикеры, которых мы будем награждать. Но я хочу специально сделать такую небольшую интервью, потому что, вообще, как вы знаете, большую роль и большую часть нашей души занимают соревнования по машинному обучению. И поэтому про следующую часть, про соревнования и чего достиг ОДС в этом году. Эмиль. Аплодисмент Эмилю. Привет. Я буду краток и быстр, чтобы мы не заскучали. Начнем, конечно, с самих тренировок. Тренировки шли дальше, развивались. Мы никуда не делись. В этом году мы еще 50 выступлений провели, и еще 50 кейсов разобрали. Теперь наша общая база достигла почти 200 докладов. Почти 70 участников ОДС и не только даже из ОДС выступили у нас. А люди, мы, то есть, из ОДС потратили почти 13 тысяч часов, чтобы посмотреть все наши выступления. То есть не только те, кто пришел посмотреть лично, а еще люди, которые обратились к истории, посмотрели в истории или посмотрели наши трансляции. И что и рост почти в два раза за один год. Но тренировок было, конечно, поменьше, чем год назад, но зато они были более насыщенными. И впервые у нас выступил человек из другой страны, который приехал специально к нам в Россию выступить на тренировке прямо из Польши. Мы проехались по университетам и провели тренировки для студентов. Естественно, сохранили наш старый формат. И в том числе тренировки прошли и в других городах, не только в Москве, а также и в Минске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ленинграде и Самаре. Но с самим тренировком ладно, давайте перейдем к соревнованиям. Вот в самом начале года Вадимир посчитал, а сколько людей в топе на Кегле из России. Ну, вообще не из России, а из УДС. Их было 16. Вот что думаете, что произошло за год? Мы хотя бы сохранили наши позиции? 70? Нет, ну 70, ну 70 и 100, ну как-то уже перебор. Мы, конечно, способны, но все-таки не настолько. Но может 75? Их стало 24. Можем им похопать. То есть за один год еще 8 человек ворвались в первую сотню. Может быть, даже их чуть больше. Кто-то, может быть, бросил и немножечко вылетел. В первые десятки целых 3 человека из России. Это и Павел Остяков, и Павел Плесков, и наш известный ZF Turbo. Как заметил Артур Кузин, лидерборд выглядит вообще примерно вот так всегда. То есть члены ОДС, это просто, если присмотреться, сразу половина лидерборда. Отчеты о соревнованиях стали все больше и больше. Приходится все больше и больше людей упоминать. Уже даже, наверное, формат придется изменить этот. А вообще вот на Кэгле прошло 25 конкурсов, ну, таких денежных, серьезных, нормальных, не исследовательских, не игрушечных. И 19 из них ОДС в первой же десятке. А в 7 из них ОДС уже победители. Не всегда только ОДС, иногда и кто-то еще, но в 7 конкурсах ОДС первый. А с ума у нас с одного только Кэгла собрано больше 300 тысяч долларов призовых. А это еще только Кэгла. Еще есть куча хакатонов, других платформ, там, других соревнований каких-то, которые даже не пересчитать. Так что можно поаплодировать еще раз. Ну, а мы перейдем к нашему награждению тренировок. Да, только сначала мы наградим лучших докладчиков на тренировках. Потому что, во-первых, изучая анкеты, на самом деле там люди относили доклады то туда, то сюда. Вот, вы сейчас увидите, о чем идет речь. Вот, а, собственно, педестал у нас открывает Артур, у которого уже, на самом деле, вот такая штука есть. Со своим волшебным рассказом про то, как, короче, ликанули и профокапили Airbus. Вот, так что можно похлопать Артуру, но вот мы тебе два раза такую штуку не печатали. Погоди, но, тем не менее, мы тебя сейчас еще про что-нибудь подопросим. Но, как вы уже догадались, качков вообще на сцене должно быть больше. Вот, поэтому следующий в однозначном топе у нас Валера. Валера! Валера, концу мир. У нас для тебя наградка есть. У Валеры замечательное выступление, вот, про его и карьерный путь одновременно, который он рассказывал в вышке, да? Да, в вышке. Да, в вышке студентам, чтобы вдохновить их на свершение. Кто знает, может быть, следующие штук 10 в топ-100 окажутся как раз из вышки. Ну, а на первом месте, как, наверное, можно догадаться, у нас Паша. Вот, опять же, со своим выступлением про секреты, как стать или, скорее всего, не стать грандмастером. Ну, еще раз. Да, прям, прям как у ребят есть фоточки. Вот, не знаю. Паша, скажи что-нибудь, это самое, людям про то, стоит вообще во все это ввязываться. Многие задают вопрос, нужно ли участвовать в Кегле. Конечно, нужно. А еще важнее ставить ODS, в скобочках, Dota.i перед вашей командой. Вот, у меня все. Можно что-нибудь добавить на задание будущим грандмастерам? Мы здесь стоим просто тем же составом, что и у Паши на свадьбе. В последнее время я прихожу на работу, вижу там Артура, я прихожу в качалку в Яндексе, вижу там Артура. Даже сегодня, по-моему, в туалете я видел Артура, и сейчас я снова стою рядом с Артуром. Это опасно. А вообще я всем искренне советую Кагл, потому что прекрасное место не только потешить через свои самолюбия, но узнать что-то новое, найти друзей, найти себе прекрасных коллег. Так что Кагл, Кагл сила, ODS сила. Фак я. Только микрофон пока рано ронять. Я буду не оригинальным, я как бы буду мотивировать всех, следить за собой и качать мышцы, потому что, ну, типа, вот сейчас нас наградили, и мы все выглядим очень неплохо. Да. Но это еще не вся история, кого мы будем награждать про машинку. Ну, вы пока присаживайтесь, вот, но кого-то из вас мы еще наверняка сюда вызовем сейчас. Потому что у нас есть еще одна номинация, за кого вы голосовали. У нас ребята делятся не только видеозаписями и своими выступлениями про то, как стать более прокачанными на Кагле, да и не только. Но еще и активно делятся в самом Slack, рассказывая какие-то интересные идеи, делясь своим опытом. Короче, в том числе еще и менторы окружающих. И у нас есть, по сути, отдельная номинация во всей этой анкете, за кого голосовали вы. У кого был самый крутой прогресс, кто внес такой самый большой, не знаю, видимый вклад, прогресс в развитие такого соревновательного Data Science. И, опять же, чтобы сильно не затягивать, первого на сцену попрошу Дениса Воротынцева, который, да, который на самом деле задоминировал какое-то охренительное количество хакатонов. Вот, не знаю, можешь немножко рассказать, как ты вообще в них ввязываешься. Потому что я когда посмотрел, сколько у тебя было хакатонов выиграно, ты как бы думаешь, типа, во-первых, откуда ты про это узнал, а во-вторых, короче, что там происходит? Ну, у меня вообще была подготовлена речь. Давай, две минуты, слава твоей. Хорошо. В общем, речь состоялась из одного приложения. Спасибо за то, что я являюсь активным членом ОДС. Мне очень приятно получить эту награду. Ну, и отвечая конкретно на вопрос, наверное, за этот год я начал очень активно участвовать в хакатонах, порядка 20 или что-то из этой серии. Ну, вообще, откуда я о них узнаю, это секрет. Вот, это один из скиллов, вот, любого вот этого сайентиста, короче, не показывать, где вы зарабатываете деньги и так далее. Ну, мы... Какой-то второй вопрос. Да, короче, за... Ну, спасибо, вот. Да. Давайте дальше я чуть ускорю процесс. Кто же у нас на следующем месте? Поприветствуем Женю по теху. Дальше Сергея Колесникова, который тащит reinforcement learning. Павел Остяков, к сожалению, сейчас, насколько я знаю, не в зале. Паша Плесков, у нас для тебя еще одна награда на лидерборде. Вот. Внутреннем ОДС лидерборде. Будем верить, что ты его не пробил. Так, а я тебе Павел Плескова дал. А этот тоже можно. А, давай, вот. И кто же у нас на последнем месте? Нам, опять же, придется вызвать на сцену Сеню Кравченко, чтобы он передал Жене Бабахину, как чуваку, который очень много и писал. И, насколько я помню, это первый Kaggle Grandmaster в Беларуси, который там появился. Не знаю, может ты что-то за Женю пояснить, передать ему от него какие-нибудь слова? Да, нет? Ничего меня от этого не остановит. Я хочу сказать, что Женя вначале очень сильно стеснялся. Он такой, ну, я как бы не очень опытный во всех этих делах. Я сегментацию в первый раз трогаю, вот это все. И в итоге получил 4 золота за этот год. Причем 3 золота за последние несколько месяцев. Мне кажется, это должно стать идеальным примером для всех присутствующих, которые боятся там потрогать кэгл, потому что, ой, там на кэгле какие-то злые дядьки, а не какие-то все слишком умные. Ну, нет, кажется, не все слишком умные. Можно взять и нормально так поработать головой и что-то получить. Короче, Жене респект, будьте как Женя. Ну и всем ребятам. Следующая часть у нас уже про слаг. Собственно, это были ребята, которые активно делятся своим опытом, активно рассказывают о том, что у них происходит. Но это как бы не весь слаг. Я вообще на медне делал такое занятное упражнение. Я прочесал 200, почти 297 наших публичных каналов и попытался их сгруппировать. У меня пошла кровь из глаз, у меня возникло желание штук 15 из них закрыть, но тем не менее я это осилил, и каналов вообще на самом деле больше, чем кажется. Вообще в этом году достаточно ожидаемо подросла стата. То есть у нас сейчас 22 200 с копейками участников. Где-то от 4,5 до 7,5 тысяч заходят в слаг на неделе. У нас за год было написано столько же сообщений, сколько за предыдущие 2,5 года. Сейчас их приближается к 3,5 миллионам. И это все мы с вами активно про это пишем. Но, но, про более детальную стату в слаге и все, что в нем происходит, я передаю слово Саше Ноченко. И потихоньку сюда еще к сцене выкатывается Артем Соболев. Спасибо. Мне нужен кликер. Да. В общем, ОДС это невероятный феномен, в котором, я надеюсь, вы все принимаете участие активное. И это площадка, на которой обменивается информация огромное количество людей. Мы хотели проанализировать формально, используя анализ данных, для того, чтобы проанализировать сообщество анализа данных, о том, что оно из себя представляет. ОДС правит миром, если коротко. То есть, у нас есть на всех континентах, полагаю, кроме Арктики, участники. Они распределены не очень равномерно, как вы видите. Но, если вы окажетесь в любом крупном городе на планете, скорее всего, вы можете найти себе друзей, соратников, коллег из ОДС. Можно, если приглядеться поближе, основная масса сгруппирована в Восточной Европе, и дублирует своим образом распределение русского языка на планете. Что можно ожидать от сообщества, которое на русском языке в основном оперирует. Большие группы находятся вокруг Москвы и всех основных городов. Также на Украине, Белоруссии и в Балтийских странах. В Лондоне большая группа. Ну, это все ожидаемо довольно. Эти данные были собраны из форм регистрации. Но мы в дальнейшем извлечем более детальные данные, чтобы поощрять образование сообществ в различных городах. Наше такое предположение, что если в вашем городе хотя бы 3-4 человека из ОДС есть, то это отличный шанс, чтобы собраться вместе лично и позвать друзей и знакомых, и тоже втянуть их в это занятие. Также мы провели серию, два в этом году интроспекта хакатона. Хакатоны посвящены только тому, чтобы анализировать наше сообщество, потому что наше сообщество это, ну ладно, не бигдата пока что. Всего 200 мегабайт сжатые. Но там хватает как бы контента. Я думаю, вы все знаете, в каких каналах. Мы проанализировали и, используя некоторые эвристики, попытались понять, где задают вопросы, в каких каналах, в основном продуктивные. И вы можете увидеть это распределение. Очевидно, в каналах, посвященных курсам, самый максимум, там люди выясняют всякие свои академические вещи. Random Talks, я, к сожалению, не состою в этом канале, но я уверен, очень много интересных вещей там обсуждается. И, конечно, вот продуктивные каналы. Deep Learning, Theory in Practice, Lang Python, NLP и так далее. Основная группа вопросов и ответов сгруппированы там. Поэтому, если вы хотите продуктивных обсуждений, лучше там их искать. Также ответы, что интересно, на вопросы не распределены таким же образом, как вопросы. Что означает, что есть каналы, в которых задают больше вопросов, чем их отвечают. В карьер, ясное дело, я думаю, вы все ожидали это увидеть, больше всего движухи. Random Talks, ML Courses. И только продуктивные каналы идут дальше в хвосте. Не переключайтесь. И дальнейшее у нас расскажет, полагаю, Артем, про часть анализа Emoji. Саша. Да, ну то есть, как вы, Саша, уже заспорили вам, самая главная часть слэка, ради чего мы все собрались, это, конечно же, не сообщение, это все тоже полезная вещь, но это лишь медиум среда для того, что действительно важно. А действительно важны наши реакшены. Вот мы, в том числе, посмотрели, кто внес наибольший вклад с обоих сторон, кто больше всего поставил, кто больше всего получил. Ну, мы, разумеется, отранжировали это чуть более умно, чем просто по популярности, потому что частотные, из моего, не очень интересные, интересные такие специфические. Вот смотрите, действительно, там у Валерии ножи, у Айтуря мужики какие-то, у Плескова картошка, в смысле, по-другому, морковка, там метод мотивации с двух сторон, или у Леши Натекина медведя. Ну, Паша, там еще вижу сразу заслуги за некоторые конкурсы. Да, да, да. Да, кстати, если вы вообще задаете вопросом, кто я такой, что я здесь забыл, то я просто заменяю вот первого парня из вот этого топа. Он не смог к нам приехать, он больше всех старался, ставил реакшены, поэтому мне пришлось на замену выйти. Вот тут тоже можно что-нибудь интересное увидеть. Вообще, я рекомендую всем зайти в канал Приджит Интероспект, там есть и выгрузки, и какие-то сниппеты кода, может быть, поиграться самостоятельно. Огромное количество интересных постов скрыто в истории, и их можно найти только с помощью анализа, смотря на то, какие реакшены люди поставили. Вот у нас есть популярность людей. Видно, что можно спрогнозировать, когда Валера станет президентом. Может быть, уже готов стать президентом Белоруссии. Тут, кажется, где-то есть Лукашенко на восьмом месте. Вот, да, ну и мы нашли какие-то самые интересные посты. Вот самым огненным оказался пост Жени Бабахина про его участие в кэрле. Еще из интересных постов. В основном интересные посты, они про описание жизненного пути человека, из чего можно чему-то научиться. Вот Андрей Уканиненко, например. А нет, это Леша Швец рассказывал про свой путь в ОДС. Или вот самый попугайский пост. Вот люди рассказывают про свой путь. Или Паша Плесков жалуется на то, что на собеседованиях спрашивают не то, что он делает на работе. Вот, ну и если вам вдруг лень готовиться к собеседованиям, вот вам немножко мотивации от Дениса Валятынцева. Спасибо, Артем. Также, я надеюсь, все понимают, что Артем совершенно правильно заметил, что основная цель существования ОДС – это реакшены. Это совершенно верно. Также мы хотим в новой категории наградить несколько людей, которые отличились как самые знаменательные авторы сообщений. Поэтому мы сейчас их объявим. Так, первое место получает… Сапиранг. Да, Сапиранг. Которого сегодня тут нет. К сожалению, его сегодня с нами нет. Но за самый легендарный пост в этом году мы выдадим ему плашку. Давайте похлопаем, мы ему передадим ее. АПЛОДИСМЕНТЫ Кто же у нас дальше? Второе место получил отныне… Вадим Дата Бурят. Вадим Дата Бурят, который после победы над Омни Слэшем съел его сердце и поглотил его эссенцию. И надел на себя его шкуру. Надел его кожу и получил право носить титул Омни Слаша и за его легендарную историю про менторство. Это второе место. Мы… Рано или поздно кто-то поедет в Нью-Йорк и передаст ему это. Похлопаем Вадиму. И третье, но не последнее место у поста у Швеции за легендарные рассказы о жизни, существовании в США и работы в Google. Так что похлопаем ему тоже. Такая вот получилась номинация. полностью удаленная. Как, собственно, на самом деле этого, может быть, и стоило бы ожидать, учитывая то, что большая часть Слака, она, ну, как вы видели географию, достаточно сильно географически распределена. УДС – это планетарное явление. Никогда не забывайте об этом. Поэтому можно продолжить… Того глядишь, еще и галактическое. Да. Скоро… Может быть, кто-нибудь будет работать с Илоном Маском и первое представительство на Марсе откроем тоже. Да, кстати, вечером мы про Марс обсудим. Да. Собственно, еще раз можно похлопать Саше и Артему. Собственно, Саша в рамках ОДС Интроспекта в этих хакатонах. Собственно, не только это, но еще очень много разной интересной аналитики и приложений на основе наших данных Слака собрали. Ну, попробуем двинуться немножко дальше. А, кстати, есть еще один классный пост, который, собственно, начинается вот примерно так. Обещанная кулстория. Ну, у Юры, видно, был особенно тернистый и мощный путь. Все началось, когда ему было три. Да, он родился уже с питоном. А следующая секция у нас про что-то чуточку более серьезное, чем посты в Слаке. Мы вообще всячески стараемся и пытаемся заставить людей не только писать и делиться своим опытом, но еще и как-то его выкристаллизовывать во что-то более прикольное, более полезное, более долговечное. И, как, опять же, генералиссимус-слэш-диктатор ОДС Хаббара, вот, я попрошу на сцену Пашу Нестерова. Аплодисменты, Паша. Микрофон-то. Вот, теперь у меня есть микрофон. Я расскажу про два проекта. Первый проект – это Хаббар. Как видите, написали мы аж 72 поста за два года. Цель проекта была чисто сугубо образовательной. В 2018-м у нас она стала еще немножко мотивационной, но мы форсим, чтобы каждая статья содержала что-то, что можно подчеркнуть из нее, а не просто решайте кагал там или что-то в этом роде. Там есть какие-то графички, которые нам Хаббару дает. Однажды мы были аж на втором месте, но сегодня все очень плохо, мы скатились. Скатились аж на 35-е место. И, как видите, нас считают 4000 человек почти. Хаббар спрашивает нас, почему падает рейтинг. Рейтинг падает, потому что вы не пишете ничего. Вот, надо писать. Как видите, вначале мы скаканули и, в общем, очень быстро и упали. Организован процесс работы по статьям у нас следующим образом. Примерно три раза в год мы объявляем, что начинается следующая волна. И вы видите, в принципе, все эти волны. Мы набираем людей, я их добавляю в специальный секретный канал, а потом я им имею мозг, чтобы они написали пост. Вот, и примерно к концу сезона мы, я им все меньше и меньше имею, видите, оно так все падает, падает. Сейчас вот конец сезона, и следующий сезон написания статей начнется примерно, ну, наверное, как все протрезвеют после праздников. Вот, так что вписывайтесь. Да, и насчет, надо отметить про вэлью статей. Лучший способ что-то выучить, это кого-то обучить. Если вы хотите выучить что-то, напишите пост об этом. Если вы уже что-то знаете, напишите, и это вам вернется. Я на своем опыте знаю, что, ну, видели, я писал какие-то посты, и каждый раз после постов это все возвращается. То приглашают на собеседование, то приглашают, поконсультируют какой-то проект. Хотя, вот, например, статья про АБ-тест, она же вообще ни о чем. Ну, почему-то складывается впечатление, что я эксперт в АБ-тестах, и я теперь там помогаю разным конторам делать АБ-тесты, хотя я в них вообще не разбираюсь особо. Реально, я выучил это. Пару распределений там ТТ сделали, вот, а теперь все думают, что я эксперт в АБ-тестах. Вот такие дела. В общем, это очень полезно и для себя, и в плане образования, самообразования, и в плане карьеры. А, ну, хоть один график у нас есть, который постоянно растет. Вот, это, в принципе, вся статистика, которую Хаббер выдает нам по блогу. Дальше, наверное, начинается награждение за посты. Да, награждение за посты. А я сразу все вывелись. Я провел нехитрую аналитику в Пандасе, собрал ваши голоса, как ответы на анкеты, которые Алексей заставлял заполнять, и добавил туда эти голоса с Хаббра, и вот получилось что-то в этом роде. Кто такой Кругер? Выйди сюда. А как ты его, это самое, заставлял статью писать? А, есть здесь Кругер или нет? Ну, я не знаю. В общем, мы вычислим, кто это, и передадим ему. Вот, аплодисменты Кругеру. Кто знает, может он вычислить тебя. Как видите, вот эти таблички заполнялись сегодня. Так что, боюсь, что заранее не очень получилось бы предупредить. Ну, в общем, Куцев мы тебя тоже найдем. И ты получишь свою салфетовку. Как думаешь, сцитейтера найдем? Сцитейтера я вижу. Выйди, выйди, мы тебя не будем искать. Получи. Куцев? О, Куцев! На! Аплодисменты Куцеву, и сцитейтеру. И Кругеру, которого мы найдем. Далее. У нас есть второй проект. А, не сразу. Тут был слайд, но Алексей его удалил. Вот, в общем, есть у нас второй проект, который называется Machine Learning for Social Good. Начался проект с того, что было окончание DataFest. Я шастал по DataFest после какого-то бара, который там, вы помните, их много было в округе. И вот я увидел лицо знакомое, которое я увидел в Ютубе. Это был один из создателей Диссернета. И я к нему подошел, мы пообщались. Он говорит, что есть задачи для нас. И, в общем-то, скристаллизировалась идея попробовать организовать такие группы, которые будут работать над какими-то, ну, пока, в кавычках, социально значимыми проектами. Потому что там дальше, вы видите, есть очень странные проекты. Не менее интересные, но странные. В общем, группы организовались и начали работать. И периодически в General вы видите приглашение заполнить анкетку. Вы заполняете анкетку, добавляя вас в специальный канал. И там существуют две роли. Есть роли менеджеров. Сегодня вы одного уже видели. И он рассказывал про, как менеджить открытые проекты. И есть роли миньонов. И, в общем-то, так и происходит работа. Менеджер придумывает идею, начинает продавать ее внутри канала. Люди организуются и работают за бесплатно. И сегодня мы наградим некоторых людей, связанных с этим всем. Во-первых, это Кирилл, которого вы уже видели. Где он? Кирилл-то тут? Выйди. Держи. Да, Кирилл отличился тем, что это первый проект, который запустился. Это что-то из MVP презентации, да? Правильно? Вот. В общем, как видите, серьезная тема. А, да, кстати, стоит отметить, когда мы поговорили с господином Заякиным, он предложил помочь им с диссернетом. Организовалась группа, которая будет решать задачу для диссернета, и зафейлила все. В общем, выживаемость в этом процессе очень маленькая. И нужно реально пушить людей, чтобы они работали за бесплатно. Ну, и опять же, я хочу напомнить один из вэлью писания статей на Хавра. Для менеджера это такой пиар-вэлью своей личности. Для миньонов это, может быть, уникальный шанс поработать над чем-то интересным до тех пор, пока вас не взяли на работу. Вот, да, и 12 человек у них сейчас активные. В канале сидит 22, как видите, какие-то мертвые души есть, но реально люди работают. Следующее. Следующий у нас Светослав. Я не буду произносить его никнейм. Он в Питере. Может быть, если он посмотрит, то мы тебе каким-либо образом передадим и толстовку, и эту медальку. Следующий человек. Следующий человек получает... Это вообще... Саша, если ты будешь это смотреть, смени аватарку. Реально, траурный слайд очень получается. Вот. Саша получает вот эту медальку за то, что он участник проекта ML for Social Good. То есть, как бы, он помогает организовывать все это, и без него бы этого ничего не было. Мы тебе передадим это через связи в Random B. Там сидит Виктор, и он тебе это передаст. И толстовку, и медальку. Вероятно, все. А, нет, нет, два проекта еще, которые... Один странненький, а другой очень крутой. Они не получают медальки только за то, что они только еще начали, и вероятность не зайти... Умереть, в принципе, в ближайшие несколько недель у них крайне высока. Один проектик, это... Вообще, его имело в виду, что он странненький, определение вероятности, принадлежности 3D-модели погибшего судна какому-то классу. То есть, там реально у них датасет, где затонувшие корабли, и они определяют, какая это галера. Ну, реально, диплёрнинг там и все такое. И другой проект, наоборот, крайне серьезный, только начался. Посмотрим, как он будет развиваться, и вероятно, не знаю, на следующей дата-елке мы будем дарить призы вот этим вот людям. И на этом, вероятно, и все. Да. Аплодисменты Паше. Но это не все проекты, которые стоит наградить. Вообще, у нас была еще отдельная номинация, отдельная номинация за лучшие open-source проекты, которые преимущественно были выращены участниками сообщества, и за которые голосовало, собственно, сообщество. Вот. Поэтому, например, за многие популярные open-source библиотеки, участники команд которых есть, почему-то, например, не было ни одного голоса, что удивительно. Но, опять же, не буду долго тянуть. Вот. Поехали. Первый – это у нас L5 от команды Миши Коробова и, собственно, и сотоварищи. Вот. Если у нас кто-нибудь, то возьмет награду за… передаст Миша. Классно. Вот. Аплодисменты Миши Коробову и L5. Explain like I'm five. Едем дальше. Небезызвестный Тернаус.нет, Тернаус.нет v2 и прочие. Вот. Как вы знаете, Тернаус у нас немножко далеко. Вот. Поэтому награду ему, я думаю, тоже мы как-нибудь передадим. Вот. Вообще, он называл, что Артур должен быть из-за него на сцену. Но Артур уже… Артур еще тут. Да? Классно. Ну, в общем, возьми за братьюню штуковину. Вот. Аплодисменты нашему десантнику, который успешно покоряет штаты. Едем дальше. Кто бы это мог быть? Ох уж этот reinforcement learning чувак. Каталист. Так, что у нас еще осталось? А, у нас осталась вот эта вот замечательная вся братья, которая сделала Albumentations. Достаточно крутой проект, который на самом деле, с точки зрения вот прям вещей, которые это самое, имеют широкое применение, в том числе и на кегле, оно, возможно, самое подшедшее это самое в прод. Вот. Но там, где прод, там где-то есть и домашние штуки, которыми начинают только заниматься подрастающее поколение сайентистов. И, я надеюсь, это не сильно притеснит, с огромным отрывом у нас… Что бы еще могло победить? Конечно же, у нас победил курс Юры. Вот. С огромным гитхабом, с огромным количеством статей, которые были написаны и переведены уже на разные языки. Вот. И, собственно, про курс. Про курс. У нас сейчас команда Юры. Юра, как вы знаете, сейчас радостно празднует Рождество. Там, где эти самые, короче, сыры-мельницы. Вот. И деревянные башмачки. Вот. Но, как вы знаете, все это начиналось здесь. Все это начиналось с курса Юры в вышке. Он читал лекции здесь в мейле. И вся эта история, она продолжает развиваться и живет. И сейчас я хочу попросить на сцену, вот, собственно, команду курса. Давайте еще раз. Кирилл, Андрей. Ну, и награды вы тоже можете взять за Юру. А теперь я, на самом деле, передам слово ребятам рассказать про курс. Вот. А всем авторам open-source можно еще раз похлопать. И... Да, усадись. Так, микрофон. Сейчас будет. Есть база? Работает, не работает? Разрешно. Слышно? Ну, собственно, как сказали, мы расскажем вам про новый запуск курса ML. Думаю, курс Ай. Да, соответственно, я поздравляю всех, кто участвовал в четвертом запуске ML-курса. Вчера мы, наконец-то, подвели его итоги. Топчик из пятерых, вы видите на слайде, это очень большой успех. Топ 100 участников, как обычно, будет увековечен на нашем гитхабе. И, соответственно, здесь нужно обязательно сказать, что все молодцы, даже если вы не попали в топ-5 или в топ-100, потому что это достаточно серьезный образовательный марафон. И все молодцы, что его прошли. Ну, из тех, кто здесь есть. Собственно, мы все здесь собрались благодаря Юре. Вот как было сказано, он сейчас отдыхает в Нидерландах. Но, собственно, кто мы такие, что мы тут стоим? Вот Кирилл, его в последние месяцы, годы слегка бомбит при сведении домашек от людей, которые заполняют их под разными именами. Да, это Андрей. Андрей помогает отвечать на вопросы, которые вы задаете в слайде, которые бесконечным образом постоянно повторяются. Спасибо ему за это. Собственно, когда мы запускали новый четвертый курс, было сильное продвижение по всем социальным сетям. Было продвижение даже на Кагле, медиуме и прочих сферах. Большое спасибо всем, кто продвигал, кто способствовал началу и продвижению этого запуска. Он был преимущественно иностранным, поэтому получилось огромное количество участников, 7,5 тысяч. Те, кто когда-то проходили курс или слышали о нем, знают, что всем участникам предлагается по желанию делать какие-то проекты с исследованием дата-сетов или какие-то туториалы по интересным темам. Собственно, вот сейчас было большое количество этих проектов, большое количество туториалов, они реально интересные. Да, на самом деле ОДС действительно имеет планетарный масштаб, а курс ML, он действительно подтверждает это. Например, можно заметить такую тенденцию, что участников в этом запуске из Индии и Китая суммарно больше, чем из России. Это достаточно большой успех. В следующем запуске мы ожидаем, что мы покрасим наконец-то весь земной шар в наши цвета. И что интересно, здесь в этом запуске у нас были даже представители таких стран, как Кот-де-Вуар, Океане и вообще каких-то совсем малюсеньких стран. Собственно, первый запуск курса, он проходил чисто внутри ОДС, поэтому было всего-то 500 человек, но они были самые упорные. И во многом они помогли продвижению курса дальше, находя какие-то проблемы и исправляя их. Дальше с каждым разом было все больше человек. В четвертом запуске официально не было русской части, все считались как иностранные ребята, поэтому было такое количество человек. Ну и, собственно, мы дата-сайентисты, мы можем прогнозировать и, посмотря на это, мы можем надеяться, что в новом запуске курса будет, не знаю, 20 тысяч человек или больше. Ждем всех желающих. На самом деле, количество информации, которая генерится в рамках курса, ее достаточно много. Одна из активностей – это туториалы. Я рекомендую всем почитать их, потому что там очень много полезной информации, которую пишут сами студенты. Причем я думаю, что по отдельным туториалам, и если их собрать вместе, можно даже отдельную книгу, между прочим, издать, потому что там реально очень много полезной информации. Можно поковыряться в проектах готовых для того, чтобы подчеркнуть какое-то вдохновение и найти для себя какие-то новые решения, старых задач. На этом графике можно посмотреть, как постепенно уменьшалось количество участвующих людей с ходом курса. И, в принципе, было две основные причины уменьшения количества резкого – это либо участие в конкурсах, либо замечательная домашка по логистической регрессии, которая многим причинила боль. Но, тем не менее, хотелось бы заметить, что даже такая доля оставшихся, она весьма высока для открытых курсов машинного обучения, является реально высокой. Наверное, во многом благодаря слаку и активным ответам участников. Несмотря на то, что курс был на английском языке, огонь живых лекций поддерживали Артем Хапкин, Станислав Гафаров и Владимир Семеновых. Им отдельное спасибо за это, за то, что ввели живые лекции и несли образование в массы. И спасибо этому зданию, спасибо Мэйлу за то, что приютил наш курс, и мы продолжаем это делать. Курсу в целом уже помогло огромное количество людей, по последним подсчетам их было больше ста. Это просто первые или активные участники, поэтому еще раз огромное спасибо всем, кто помогает курсу, продвигает курсы и как-то участвует в его жизни. Собственно, подытоживая это все, хочу сказать о том, что ближайшие запуски ожидаются у нас, как обычно по расписанию, весной и осенью. Мы готовим кое-что интересное, что может пригодиться не только начинающим, но и старожилам Data Science. Поэтому, кто еще не прошел, обязательно участвуйте в нашем курсе. Кто прошел, то присоединяйтесь, наконец-то все вместе пройти к S231 Стэнфорда. Я думаю, что будет жарко. Давайте поаплодируем команде курса. Сколько получилось за 10 тысяч участников за 2018, верно? Ну, 7,5 плюс сколько там? Еще чутка. Ну, подумаешь, еще. Ну, подумаешь, плюс 3. Ну, да, короче, подумаешь, плюс 10 тысяч человек туда-сюда. Сколько, интересно, университеты в СНГ готовили бы студентов. Но мы еще пока не университеты. Вряд ли когда-то ими вообще станем. Но, тем не менее, какие-то небольшие предсказания и планы на 2019, наконец-то, можно сделать. Да, это все тот же самый кристальный шар, что в прошлом году. В прошлом году я накаркал, что мы выпустим свою криптовалюту на искусственном интеллекте, и человечество будет больше не нужно. Вот. Где теперь крипта? Вот. Поэтому я оставлю здесь только искусственный интеллект, вот, который заменит нас и будет в следующем году эту презентацию рисовать вместо меня. И, может быть, и слушать ее тоже вместо нас. Кто знает, кто знает. Что можно сказать точно, так это то, что в следующем году однозначно будет больше мероприятий. То есть, как вы уже услышали, тренировки проходят уже в куче городов. В следующем семестре официально начнутся тренировки в рамках компьютер-сайенс-центра в Новосибирске. Они продолжаются в Самаре. Возможно, будет больше зарежек и еще что-то интересного и в Минске. Может появиться что-то в других городах. Но, кроме этого, мы однозначно продолжим ставить всякие разные прикольные эксперименты, играться с форматом и придумывать еще какую-то интересную новую прикольную всячину. Потому что, как вы, собственно, проголосовали в нашем опросе, вам понравились и вопросы, и ответы, и что-то среднее, такой полу-феста, полу-метап типа мейджора. В общем, мы будем дальше пытаться для вас что-то придумать, что-то придумывать вместе с вами. А что-то просто, когда вы придумаете, скажете, что вот есть такая упоротая идея, давайте сделаем. Кто знает, почти, наверное, если она достаточно упоротая, то ее однозначно надо будет попробовать сделать. И что еще достаточно важно, что мы уже примерно запланировали, это то, что в следующем году появится СИСМЛ. Не только секции на фестах, но и полноценные метапы. Чтобы чуть больше делиться тем, как катить всю эту непонятную машинку в рот, о том, что будет дальше с метапами, на самом деле, поживем, увидим. Потому что вся эта история, она эволюционирует, она живет. Что-то умирает, что-то новое появляется, что-то мутирует в какие-то новые истории. Курсы. Курсы, как вы уже знаете, продолжатся. Продолжится открытый курс машинному обучению. Но сегодня я уже могу официально объявить. Если вы зайдете на вот этот вот сайт, DL курса.yai, то он уже существует. И может быть Семен Козлов, которого вы все прекрасно знаете, как Саймон Сейс, завсегдата и диплернинг, у которого были классные видеозаписи, подкасты и свой курс в НГУ. На базе этого курса Семена, собственно, в следующем семестре стартует открытый курс по диплернингу. Так что официально курсов уже станет как минимум на один больше. Но вообще сейчас постоянно идет обсуждение о том, что можно сделать что-то прикольное с какими-то крупными компаниями, возможно. Может быть что-то новое мы сами породим внутри себя в рамках ОДС. Мы почти, наверное, что-нибудь сделаем с идеей сделать официальный такой институт менторства внутри ОДС. Но про все про это, опять же, мы сможем рассказать, как только мы на что-то подпишемся и что-то можно будет официально показывать. Потому что, ну, какой смысл в разговорах, когда, может быть, эта штука никогда не родится. А вот открытый курс по диплернингу, можно сказать, официально рожден. И если, опять же, Семен уже прикрутил форму для сбора имейлов, они там появятся. Материалы по большей части готовы и курс стартует, насколько я помню, в феврале. Ну и соревнования. Я думаю, надо потихоньку двигаться к тому, чтобы 70% топ-100 кегла были за ОДС. Может быть, больше, но нужна какая-то diversity, конечно, с тем, что кто-то не из ОДС, а тоже должен иметь возможность как-то претендовать на что-то. Но, кроме этого, мы сейчас готовим серию таких прикольных штуковин, как, собственно, наши официальные комьюнити-бенчмарки, на основе которых можно, во-первых, и оттачивать свои новые методы, и писать статьи, как, собственно, рассказал Артур. Но вообще попасть на Competitions and Machine Learning воркшоп НИПСа оказывается не так сложно, как попасть на основной трек НИПСа со своей статьей. А что, если мы, собственно, сами будем генерировать эти соревнования, по которым будут писать статьи и по которым будут генерироваться воркшопы? Короче, включим смекалку и захватим НИПС изнутри своими собственными воркшопами от ОДСа. В эту историю мы однозначно в следующем году пойдем. И, может быть, что-то прикольное из всего этого будет. Неспроста же Женя Макаров собрал комьюнити-датасет фоточек с разных ракурсов на минском и московском дата-фестах. Это, возможно, будет самым первым таким открытым соревнованием песочницы, на котором будем писать статьи и пытаться засатапить свои воркшопы на конференциях, а может быть и конференции. Вообще, если посмотреть на все это, может даже показаться, что, может быть, это все взаимосвязано, потому что делаем мероприятия. От мероприятия остаются видосы, от мероприятия остаются презентации, и все это кладется в такую общую базу знаний ОДСа. Потому что неоднократно мы слышим такие проблемы, что вот, опять же, Саша про них сегодня сказал, столько классных постов зарыто где-то в дебрях самого слака, где их там реально, ну, собственно, 3,5 миллиона, камон. Что мы можем вытащить по реакциям классные, что мы можем вытащить, может, еще на каком-то анализе. Давайте больше генерировать материалы. Давайте писать статьи на Хаббер. Давайте, возможно, делать свои новые материалы, образовательные. Как минимум можно что-то придумать и рассказать про это на митапе. Или можно как минимум заточить какое-нибудь соревнование и поделиться своими наработками. Курсы. На самом деле курсы, они вырастают из статей для людей. То есть, когда мы хотим сделать какой-то материал, на основе которого, не знаю, какой-то другой человек возьмет и попробует понять, что вообще, блин, происходит. Ну, а соревнования, да, есть хитрый план оккупировать конференции своими статьями, просто протащив свои state-of-the-art пайплайны с, собственно, открытых соревнований. Ну, а еще, наверное, мы в кои-то веки позапускаем нормальные рабочие зеркала во внешний мир. Вообще, я собирался сегодня релизить сайт, но из-за того, что надо как-то было сорганизовать всю вот эту вот елку, оно немножко откладывается, скорее всего, до следующей недели. Но кто знает, кто знает. На самом деле, здесь должна была быть пафосная речь про то, что этот год был непростой, вот, здесь должны были звенеть куранты. Но, как бы, вообще, я с чего начинал? Что в One More Pub'е пиво стынет. И вообще, мы здесь собрались сегодня на елке просто потусить, обменяться последними интересными идеями, последними результатами, последними успехами. Поэтому вместо пафосных речей под куранты, я просто скажу, что всех с наступающим 2019 годом от команды ОДС. Да, собственно, поаплодируйте друг другу. Я бы, кстати, ради фоточки и ради нескольких фоточек собрал бы здесь на сцене такую толпу. Давайте сначала все, кого сегодня награждали сюда, а потом всю толпу, кто не стесняется свои лица на фотках. Это самое.